В апреле этого года проведем Всероссийский семинар совещания, на котором обсуждались эффективные практики реализации адаптивных образовательных программ в условиях инклюзивного образования. Одна из секций была посвящена здоровьесберегающим технологиям реализации таких программ. Вдохновителем и модератором секционной работы была Габер Ирина Владимировна, выступившая в качестве координатора стажировочной площадки межрегионального сетевого партнерства, а также научного руководителя федеральной инновационной площадки Новолуговская средняя школа номер 57 Новосибирской области, нацелена на устойчивое развитие. В содержании программы работы секции нашла отражение связь науки с эмоциональной практикой, благодаря участию в ней ведущего сотрудника Института стратегии развития образования профессора Елены Николаевны-Дзитковской, а также представителей кафедры и административной команды эмоционной школы номер 57. Работа с секцией базировалась на ключевых идеях стратегии развития отечественного образования, глобальной цели устойчивого развития, направленных на обеспечение доступного, качественного, всеохватного образования, в том числе детей с ОВЗ, детей со сложной жизненной ситуацией. Раскрыт комплексный подход к сопровождению инклюзии мерами экономического, социального, дидактического, методического характера, к которым относятся в первую очередь образовательные программы всех уровней, современные учебники и учебные методические комплекты. Рассмотрены эффективные подходы к инклюзивному образованию на основе адаптивно развивающей модели управления образовательной средой, здоровоизберегающих технологий, обучения, направленных на предупреждение конфликтов, управление и саморегуляции детей, тренировку ресурсов их здоровья и саморазвития. Адаптивно развивающее управление позволяет рассматривать здоровье как образовательный продукт, а экологическое мышление как инструмент формирования здоровья человека по взаимодействию с окружающей средой. Раскрыта роль гражданских обществ в лице управляющего совета, совета отцов в создании безбарьерной среды обучения и общения детей с ОВЗ, а также детей с трудными жизненными ситуациями. В ходе работы секции отмечены проектно-целевой и субъективной деятельностью подходы к организации воспитательной работы, созданию коммуникативных образовательных сред, направленных на интеллектуальное, личностное, общекультурное развитие, а также укрепление здоровья и успешную социализацию всех детей в системе школьного образования.